Первый детящий форум мира у Гомени промерковали одразу до двух подей. 55-ти годы Республиканского фонда и 75-ти годы початка Великой Отчины, разом с дорослыми активистами Руху, у Палац творчества детей и молодых, запросили так само молодых миротворцев, в ушнеу патриотичных классов и лауреатов Республиканского конкурса сочинений «Счастье! Жить в мирной краине». Его идея простая, про вспомины старейших поколений – научить детей ценить мир. Наученка 27-й гометской школы Надея Ковалевич скажет, что перед написанием сочинения долго разговаривала с бабулей, которая хоть и народилась у иншей краине, а где практически все житё прожила в Беларуси. Ей очень нравится эта страна, она не хочет отсюда никуда уезжать, и что вы ей не предлагали, она всё равно хочет жить в Беларуси. Лауреатами конкурса «Счастье! Жить в мирной краине» на гометчине стали 90 наученцев. Пять, за яких доречи, представляют початковые классы. Цікаво, что в каждой другой работе, а про часу о мирном житте, узгадываются узброеные конфликты, які отбываются у свете. Нават цитаты записов детей-беженцев приводятся. «Вы счастливы, або вам не треба хаваться от кулиснорадов. Вы счастливы, або вам не треба бояться засынать». Ось гэтае сочинение написала Алина Кайтанова с Калинкевичем. «Мне по счастью ложить у мирный час, у мирной краине, які все деці наші державы. Я могу радоваться Сонику, кветкам, спевам птушек, ходить ў школу, уздымать в очи і бажить чистое, ясное небо». По словах членов арткомитета конкурсу сочинений, присвеченных 55-й годовине Беларусского фонда «Миру», некоторой работы без слез читать було ненько. У Адроди нет звичайных школьных сочинений. Тут разважание не об книжных героях, а об реальных людях и соправданных життёвых ситуациях. Работа з молодёю у Гомском областном отделении Беларусского фонда «Миру» увогу ядин за основных на керунку. На протягу года навучэнцов притягивать до удела у целом шероху мероприемцов, от международных доброчинных ёрок до маршалу «Миру» и акций на всад дорогами спальних вёсок. Что отличиться далейшого лёсу областного дитячого форуму, то ён верогодно о пошнём не стане. Во всерякем разі у областном отделении уже сёня обмерковуюцца варианты яго притягу. «Может быть, другую форму какую-нибудь придумаем, именно чтобы устами детей и их мыслями мы видели, какая должна быть страна, какое должно быть взаимопонимание общества. Потому что они будущие, они же будут строить свою жизнь».